слушай а давай фильм посмотрим ну давай смотреть фильмы онлайн блин опять реклама она меня уже задолбала твои рекламы вот здесь у меня уже сидят понимаешь реклама блин сомневаюсь что кто-то ее любит но она необходима для того чтобы тот или иной сайт элементарно выжил или для мотивации контент мейкера тот самый контент создавать но что если есть другой способ поддержать существование людей создающих контент в интернете как оказалось есть такой способ это видео может звучать как призыв вас к чему-то ведь честно говоря если вы перейдете по ссылке в описании то я получу из этого какой-то профит но как ни странно это выгодно не только мне но и вам речь идет о brave браузере о котором я уже не раз упоминал в своем телеграм-канале рекомендовал установить его себе на компьютер если вы думаете что это какая-то мутная ерунда на самом деле нет ведь исполнительным директором проекта является брендан эйх который работал главным инженером в известном mozilla corporation и он же оказался создателем явы ну или джавы это уже кто как называет тем не менее недавно brave браузер обошел оперу в магазине приложений google play как сообщает блокчейн репортер еще в августе прошлого года его скачали 10 миллионов раз а уже сегодня эта цифра приблизилась к 20 миллионам учитывая что брейв построен на том же алгоритме что и google chrome большинство расширения для хрома возможно установить и на брееве но основной вопрос остается и он звучит так что же происходит с рекламой в этом браузере идея заключается в замене рекламы на совершенно другой способ монетизации и это одна из главных фишек этого браузера он действительно блокирует всю эту надоедливую рекламу все эти следящие за вами скрипты трекинги баннеры и прочее дерьмо что мне еще нравится эта поддержка htps everywhere это свободное расширение разработанное совместно с проектом тор и обеспечивающие защищенные соединения на сайтах которые его поддерживают самое забавное что все заблокированные рекламы трекеры и активированные https отобразятся на главной странице также рядом вы увидите сколько времени вы не потратили на просмотр рекламы зато использовали с пользой потребляя материал получая информацию либо самостоятельно создавая контент вы даже можете наблюдать за этим процессом в режиме реального времени экономия всего 20 минут в день вы освободите 10 часов в месяц от просмотра рекламы это понятно но все-таки как же монетизируется интернет если рекламы больше нет в роли заменителя выступает криптовалюта в данном случае это basic attention токен между прочим с февраля этого года она еще и выросла в два раза в общем то в самом браузере это криптовалюта может генерироваться пользователем вы можете вкладывать любое количество денег в месяц будь это 1 доллар 5 долларов и даже миллион долларов ну или не вкладывать ничего но чтобы вы после этого не делали это количество токенов будет распределяться между сайтами которыми вы пользуетесь причем в пропорциональной зависимости от количества времени проведенного вами на том или ином сайте в этом есть какой-то смысл согласитесь если вы проводите все время на конкретном сайте наверное логично что ваши пожертвования будут адресованы ему а никому-нибудь другому и знаете что еще круто brave позволяет индивидуальным ютубером верифицировать свои каналы как это сделал я а значит вы как зритель можете быть уверены в том что ваш донат направится именно ютуберу они сайту youtube.com кстати можно настроить и постоянное месячное пожертвование вы можете вполне законно подумать и я не хочу ничего платить прямо сейчас что это за чушь зачем я должен платить как я уже и говорил это не обязательно если вы не хотите вы можете не донатить автором возможно по этой причине проекты проводит так званые раздачи токенов к примеру вы получаете 5 долларов токенах бат только за установку браузера а также 5 долларов в токенах бат за каждую установку браузера по вашей ссылке для этого нужно просто верифицировать себя следуя инструкциям на сайте получить ссылку в своем кабинете и распространять ее кстати моя ссылка находится в описании под видео я буду благодарен если вы установите браузер именно с ее помощью очередная крутая фишка которую вскоре запустят это деньги за просмотр рекламы вы можете отключить блокировку рекламы но взамен получать токены бат за ее просмотр подробнее об этом я расскажу в конце видео в общем то если вы автор youtube канала веб-сайта или twitch канала и так далее вы можете пройти верификацию получить токены от поклонников и при этом не наблюдать за всем этим рекламным безобразием это чем-то похоже на подписку youtube red с разницей в том что brave будет периодически отдавать вам токены бат чего youtube red конечно же делать не умеет возникает еще один вопрос а что же происходит с теми веб-сайтами которые еще не прошли верификацию допустим вы решили пожертвовать такому не верифицированному веб-сайту 100 долларов в батах в действительности такие сайты получают множество сообщений от браузера с просьбой верифицироваться но если владельцы проигнорируют такие сообщения то по истечению 90 дней эти токены вернуться на ваш кошелек кстати говоря сейчас верифицировано более 18 тысяч веб-сайтов youtube и твич каналов если мы говорим о долях рынка которые занимают существующие браузеры то лидером этой диаграммы является безусловно chrome от компании google он занимает почти 60 процентов рынка кстати каким браузером пользуетесь вы пишите в комментариях но лидирует ли хром и по скорости работы судя по проведенным тестом brave браузер работает быстрее хрома даже если у хрома не включены расширения тем не менее справедливости ради brave работает и не настолько быстро насколько было показано в тестах от самого проекта кстати говоря этот тест ребята из brave проводили используя android планшет почти 100 секунд загружался веб-сайт тайм 100 секунд ребята серьезно наверное это худший планшет в истории человечества что касается платы за просмотр рекламы вы скажете ди но ведь рекламы в браузере нет о чем ты вообще говоришь в будущем проект планирует представить так называемую опциональную рекламу которая будет отображаться только если вы этого захотите в настройках включаем показ рекламы и после этого за ее просмотр вы будете получать 70 процентов рекламного бюджета остальные 30 будут распределяться между самим браузером и веб-сайтом соответственно я думаю это очень круто ребята реклама перестанет так сильно раздражать людей если они будут знать что за нее они получат денежку я даже не удивлюсь если и другие браузеры представят что-то подобное опираясь на опыт brave но пока что эта функция доступна только для самих разработчиков а пользователям придется ждать обновления и чем больше будет у брейва русскоязычных пользователей тем больше шансов что и на территории снг и российской федерации она тоже будет работать поэтому скачивайте браузер по ссылке в описании и пользуйтесь а теперь несколько популярных вопросов как пользователю вывести бат на другой кошелек учитывая что бат является и rc20 токеном его можно хранить на леджере my ether wallet либо на обхолд кошельки токены которые хранятся в браузере пока что можно вывести только на кошелек обхолд для этого нужно привязать кошелек обхолд у себя в кабинете безопасен ли браузер в плане сохранения паролей личных данных и данных банковских карт у браузера даже нет доступа к таким данным он работает по аналогии с телеграмом где все данные человека хранятся на девайсе самого человека как пройти верификацию переходишь по этой ссылке я ее в описании оставлю жмешь кнопку get started и вводишь email а после следуешь инструкции все достаточно просто когда мы будем получать плату за просмотр рекламы именно тогда когда выйдет браузер версии 1.0 разработчики обещает выход этой версии уже в этом году возможно ли на телефоне восстановить кошелек которым пользуешься на компьютере да если вы знаете ключ восстановления его можно найти в личном кабинете перейдя в настройки кошелька когда бат перестанет быть токеном то есть перейдет на свой блокчейн такой информации пока что нет но в июне этого года представят новый и road map и возможно тогда мы что-нибудь да и узнаем если vpn в браузере встроенного vpn нет но можно устанавливать расширение как в google chrome но зачем это делать если в этом браузере есть тор прямо встроенный тор с помощью него можно обходить все блокировки сайтов и вообще посещать и dark нет почему по истечению срока списываются баты токены которые вы не жертвуете контент-мейкером сгорают изначально эти токены были созданы именно с целью стимулировать контент-мейкеров но в будущем они будут автоматически накапливаться в браузере и никуда не исчезать на этом у меня все не забудьте скачать браузер по ссылке в описании за что вам будет большое человеческое спасибо а меня зовут богатейший дип подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки комментируйте делитесь видео с друзьями обязательно богатеете до скорого подписывайтесь на канал